всем привет меня зовут маша и я обожаю мейкоп и сегодня у нас обзор на палетку daydream от tom ford итак ребят я очень много раз говорил о том что tom ford это один из моих любимых брендов теней и вот именно эту палеточку я никогда не планировала покупать не знаю почему вроде бы здесь все сиреневое и должно мне понравиться наверное этот момент что синие сиреневые тени довольно таки сложны в производстве и если говорить именно о люксовых брендах они абсолютно точно далеко не всегда умеют делать это правильно и наверное вот именно это для меня было таким моментом что ну наверное это не будет хорошо но я не знаю возможно это нехорошо мы сейчас с вами проверим только начиная это видео у нас есть такой люксовый бутик sucks on fifth avenue и там продается как раз таки косметика и одежда люксовых брендов а в этом году у нас появился также sucks of fifth avenue то есть sucks не на 5 avenue и там получается продается косметика и одежда тоже люксовых брендов но со скидками с большими скидками и когда я увидела что у них проходила очередная распродажа в которой входила косметика от top ford я решила почему бы и нет на самом деле я очень долго думала надо не надо у меня лежала эта палетка в корзине и в итоге у них в какой-то момент мне пришлось письмо что еще 20 процентов от того что есть я думаю ну блин оно и так уже 50 процентов и тут еще 20 сверху почему бы и нет в итоге палетка мне обошлась 35 37 долларов что-то в районе того и конечно за эти деньги я была готова абсолютно точно голосовать своим долларом за эту палетку и сегодня мы с вами проверим хороша ли она или нет искать дюпы на данную палетку я не буду потому что от том ford или каких-то люксовых вот именно такого формата да брендов у меня ничего подобного нет палетка от визиар все-таки немножко уходит в мау в больше а если говорить о недорогих брендах то все-таки я смотрю на эту палетку понимаю что что-то такое прям такое мне тоже скорее всего отсутствует поэтому давайте мы с вами начнем со свочи и перейдем сразу после этого к макияжам так ребят это выглядит я бы сказала что самый верхний оттенок это бежевый с таким голубым подтоном даже сиреневым я бы сказала следующий как видите это просто фиолетовый в тон моей кофточки сегодня далее у нас идет более такой холодный сиреневый и с этим следует mid night blue я бы так называла этот оттенок то есть такой полуночный синий то есть не яркий синий а именно такой грязный наверное вот такой синий который мы можем с вами встретить в миллионе палеток от люксовых брендов и давайте мы с вами чтобы не затягивать видео и мне правда не с чем сравнить и нечего дополнительно сказать на эту тему давайте мы просто начнем делать макияжи и посмотрим стоит ли палетка того и как она вообще достала кисть и только было опустил ее в рефил посмотрела на палетку в очередной раз подумала о том почему я все-таки люблю тени от то форт больше чем тени от шарлотты все-таки здесь в этих четырех оттенках я уже вижу несколько макияжей тогда как у шарлотты это все равно один-два начну пожаловать с этого оттенка все что я хочу это не превратится в советскую буфетчицу надеюсь что это получится наношу его же на нижний век далее перейдем к самому темному оттенку в этой палетке просто растушую все я ребят пожалуй начну с самого простого здесь да я сделал то же самое абсолютно на другом веке и просто на центр нанесу разные оттенки затем я опять синим мы с вами все растушуем я взяла плоскую кисть справа мы с вами сделаем пожалуй этот светлый самый оттенок это правда очень интересный цвет здесь и лаванда и серебро и беж и синий интересный оттенок слева я хочу использовать этот красивый сиреневый сиреневый с помощью влажного метода так как у нас это формула вэд драй это должно сработать не интересно насколько более ярким этот оттенок станет давайте накрашу ресницы и вернусь к вам и давайте мы с вами посмотрим на макияж и что у меня получились и Как они вам? Мне очень все нравится. Один глаз более холодный, другой более теплый. И оба уландовые, очень красивые. Я, конечно же, люблю сиреневый, да, это надо понимать. Но мне очень нравится. Все, давайте я сейчас этот уберу, и мы с вами сделаем что-нибудь совсем другое. И давайте мы с вами продолжим. Я начну с самого яркого оттенка в этой палетке. Для затемнения мы будем использовать оттенок вот этот вот синий. Как я его назвала, Midnight Blue. Еще раз все растушую. И самый светлый оттенок из палетки нанесу на подвижную часть века, а также на внутренний уголок глаза. И давайте мы перейдем к другому глазу. Я надеюсь, что у меня получится то, о чем я сейчас думаю, что у меня в голове. Надеюсь, что это сработает. По-хорошему нам бы с вами сделать здесь подложку, но мы с вами попробуем без нее. Я взяла такую кисть-карандаш, очень-очень плотно набитую. Возьму этот средний оттенок. Конечно, с подложкой было бы лучше. Давайте я попробую еще смочить эту кисть и сделать оттенок более ярким. Теперь у нас все намного лучше. Я вернусь к среднему оттенку. На внутренний уголок наношу самый светлый оттенок, естественно. Пожалуй, знаете, что я хочу еще добавить сиреневого вот этого. И на этом я накрашу ресницы и вернусь к вам. Ребят, водную линию на этом глазу я также решила подвести Каяло. Называется Color Каяло от Kika Milano оттенок 10. Как это выглядит. И давайте покажу вам макияж. Мне на самом деле все очень нравится оба макияжа. Давайте я опять это все уберу. И мы с вами сделаем последний макияж с помощью этой палетки. Ребят, давайте мы с вами сделаем последний макияж. Использовать все оттенки. И после этого перейдем к выводам уже. Я буду использовать ту же плотную кисть. Я буду использовать ту же плотно набитую кисть. Я, кстати, совсем ничего не сказала об этом видео. Я использую обычный консилер, припуренный бесцветной пудрой. Переходим к этому грязному лавандовому. На нижнем веке опять же его использую. Я возьму плоскую кисть и, конечно же, на центр века внесу этот шикарный, он очень красивый, фиалковый оттенок. Я, кстати, сейчас смочила кисть. Оттенок стал более ярким и насыщенным. Это очень классно, мне нравится. Давайте я еще раз вернусь к лаванде. Грязный лавандик. Внутренний уголок. Под бровь нанесу его же. Давайте я накрашу ресницы и вернусь к вам. Ребята, накрасила ресницы и подвела слизистую с помощью кромеша от LA Girl. Называется серия Shock Wave. Оттенок называется Vivid. И давайте я покажу вам макияж. Этот глаз у меня начал слизиться. Я не знаю, появилась ли дырочка, но давайте я покажу вам, пока он у меня отмечательно не разревелся. В своих видео. Я подвожу слизистую крайне редко. Вы знаете, это просто когда я чувствую, что это будет прям очень гармонично. И это надо сделать. Я это делаю. Хотя, наверное, не надо. Все-таки не надо. Но в любом случае, мне безумно нравится этот макияж. И вообще то количество макияжа, что я получила, используя эту палетку, это кайф. Это правда вообще такой восторг. Я не ожидала, что данная палетка мне понравится очень сильно. Итак, давайте я расскажу вам все, что я думаю по этому поводу. Я думаю, что это очень классная палетка. Это очень яркая палетка. С ней можно получить как более холодные, так и более теплые образы. Из-за того, что в ней есть вот этот вот сиреневый яркий. Такой очень вкусный, фиолетовый прям. Ой, какой он красивый. Прям правда очень красивый. Так как эта формула Wet n' Dry, это исключительно шиммеры. Но вот здесь, именно в этой палетке нет блесток. То есть иногда вот этой формуле бывает, что в самом оттенке содержатся блестки. Здесь их нет. Это просто классическая формула Wet n' Dry. И, боже мой, как это красиво лежит. Вот действительно, вообще у меня нет никаких вопросов. Всё очень хорошо работало. Я даже не знаю. У меня на самом деле никаких вопросов здесь не возникло. Вот действительно, ни одного. И образов можно сделать много. Я очень боялась, что я буду выглядеть как кассир или кондуктор советских времён с голубыми тенями, да. Вообще такого не произошло. Я очень рада. Смотрю на себя экран монитора. Мне очень нравится макияж. Это очень красиво. На мой вкус, да. И если говорить о том, рекомендую ли я вам эту палетку, то, конечно, здесь всё упирается в свою гамму. Для меня, так как я её приобрела всего за 35 или 37 баксов, это вообще просто дар. Это очень-очень круто. А если говорить о полной цене за 88 долларов, я не знаю. Я, наверное, до сих пор думаю, что это того стоит. Потому что палетка очень хороша. У меня действительно нет никаких вопросов к этой палетке. Здесь работало всё великолепно. И да. Если вам нравится твоя гамма, если вы любите томфорт, особенно если у вас возрастное веко, и вам важно, чтобы тени ваши разглаживали веко, чтобы они его не скукоживали, то, мне кажется, это отличное приобретение в вашу коллекцию. Но, ребят, как всегда, когда я говорю о тенях от томфорт, я хотела бы отметить, что мы с вами здесь платим за всё. Не только за шикарное качество теней, которые идеально наносятся, ничего у вас в течение дня не пропадает с века, и вас разглаживает с века, если вы имеете возрастные изменения. Мы платим также и за бумажную упаковку, которая вот такая вся красивая. Мы платим с вами и за этот шикарный пыльник. И, конечно же, мы с вами платим за эту нереально красивую упаковку. Я буду повторять в какой-то миллионный, тысячный раз. Я считаю, что это самый люксовый люкс, когда мы говорим об оформлении. Это крайне лаконично, это очень маленькое, это действительно шикарно. И мы платим за всё, не только за то, что находится внутри. Но то, что находится внутри, это тоже классно. И на этом, ребята, у меня всё. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, поставьте пальчик вверх. Не забудьте подписаться, если до сих пор не подписаны. И жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я, ребята, как всегда, хочу пожелать вам великолепного дня. Хочу пожелать вам шикарных скидок на люксовую косметику. И мы с вами увидимся уже очень-очень скоро. А ещё, мне кажется, я сегодня прямо идеально сочетаюсь с моими новыми цветами. Ну, на этом всё. Пока.